Ребят, всем привет! Сегодня в нашем ролике я хочу рассказать, как поставить две стенки под 90 градусов. Допустим, к примеру, у вас здесь, вот в этом углу, будет какой-то вставной шкаф или будет какая-то вставная мебель, и вам здесь надо сформировать угол 90. Будем ставить по лазерному уровню. Лазерный уровень будем использовать фирмы Хибиру. Продолжение следует... Приходите на то видео, ставите лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и вы участвуете в розыгрыше. И 23 февраля мы обязательно снимем ролик и объявим всех четырех победителей. А сейчас давайте продолжим. Вот сейчас я включил одну линию, вот чтобы выставить 90 градусов, допустим, вот на примере этих двух стен, нам надо сначала поймать окно. Выловить окно, чтобы у нас были одинаковые ширины откосы. То есть, смотрим, как это вылавливается. Один край окна у нас здесь 44,5. Переходим на следующий, тоже 44,5. То есть, у нас сейчас получаются откосы одинаковой ширины. По идее, если вам не обязательно вылавливать откосы, вы не хотите, или у вас как-то поставили окончики криво окно, завалили его на 2 см, то естественно вам стенку придется тоже заваливать на 2 см, чтобы сделать одинаковые ширины откосы. Вы можете этого не делать, но так как мы занимаемся профессионально уже много лет машиной-штукатуркой, когда мы приезжаем к заказчику, мы все вылавливаем вплоть там до миллиметров. Если у нас получаются какие-то катастрофические слоя, из-за того, что окно стоит неровно, здесь уже два варианта. Или мы переставляем окно, или мы накидываем, набрасываем на стену уже там 5-6 см. То есть, тут уже решать только вам, как вы будете это все дело оформлять. Отбили линию, выставили откосы одинаковой ширины. Сейчас на эту стену мы будем ставить маяки. Вот на этой стене, я думаю, поставить маяки как? Вот здесь вот у меня расстояние, в принципе, большое, можно по вертикали два маяка поставить. Один здесь, один ближе к откосу. Почему ближе к откосу? Чтобы нам не замазывать потом этот маяк, мы его просто выдернем и все. А на этом месте у нас будет устанавливаться уголок. То есть, вот у нас примыкание уже приклеено. И здесь будет устанавливаться уголок под 90 градусов. Или будем откосы делать с рассветом. Рассвет мы еще пока не уточнили. Это все согласовывается с заказчиком. Так, здесь два маяка по вертикали. А здесь я, наверное, поставлю по горизонтали. Просто снимем провелом потом вот так штукатурку. Раз, два, три. Здесь три маяка. Ну, можно еще добавить маленький вот там. Прежде чем накидать раствор, плюшки на стену под маяки, надо сначала прострелять стенку. Найти минимальную точку. Вот здесь показывает 12. Здесь 12,5. Старый фонд. Работаем на Лиговском. Стены неровные. Где-то торчат кирпичи. 12. Вот здесь вижу 11,5. Здесь 12,5. 12. Мы делаем, чтобы не высчитывать какие-то миллиметры. Вот у нас минимальная точка 11,5. Мы убавляем сантиметр. И у нас получается на 10,5 все точки мы будем прижимать. Максимальный слой на этой стенке у нас получается где-то 3,5 сантиметра. Но, естественно, в минимальной точке это будет сантиметр. Наверное, все-таки я решаюсь ставить 4 маяка. По горизонту кинуть. Чтобы было удобнее работать. Потому что высота у нас тут свыше 3 метров. Старые фонды приходится делать раз в год. Вылетают такие объекты. Маячки в квартирах для штукатурки мы будем использовать 6 миллиметров. Сейчас нарезаем маяки горизонтальные. Маяки, естественно, потом в конце, после штукатурки они все демонтируются. Никаких маяков в стенах оставаться не должно. Сюда примазываем вниз. Вот так его наживили. Все, потом он прижмется. Итак, приступим сейчас к установке маяков. Минимальный слой у нас 1,5 минус 1 сантиметр. Это получается будем ставить на 10,5. От маяка до луча у нас везде расстояние должно быть 10,5. Очень много комментариев на роликах пишут, что, ребята, зачем вы используете, допустим, рулетку в вашей работе. Это типа долго и так далее. Я использую линейку. Обрезаю линейку, ставлю метку и мне так быстрее. Согласен. Если вам так быстрее, работайте так. Если мне вот так быстрее, я работаю по-своему. Каждый человек работает по-своему. И какая разница, будь это рулетка, будь это маяк, вы здесь можете черточку ставить. Возьмите любую палочку, возьмите любую линейку, поставьте черточку и будет все то же самое. По работе все то же самое, ничего не меняет. Так же, как и если бы вы лазерный уровень поставили вот здесь посередине и били отметки. Согласен, ставьте его здесь, без разницы, хоть на потолок его прилепите. Вот я его почему ставлю в угол, потому что мне так удобнее работать. И здесь мне надо сформировать угол 90 градусов, потому что у меня пойдет следующая линия на ту стенку. Сейчас переходим на два вертикальных. И так же мы их прижимаем на это же расстояние. Вот, друзья, видите, прижал, прижал, прижал. Вплоть до миллиметра, там выравнивать, вылавливать, ничего не надо. Это вы потом уберете все с подрезкой. Для чего я и показываю, как подрезать стены. Потому что без подрезки это получится довольно-таки все неровно. Подрезка это неотъемлемая часть на штукатурке. Ребят, подписывайтесь на телеграм-канал. Там есть чат при группе. Если есть какие-то вопросы, общайтесь, пишите, я отвечу. Итак, друзья, сейчас приступаем к формированию углу 90. Изначально, значит, что мы сделали на этой стенке. Выловили окно, чтобы у нас были одинаковые ширины откосы. С этой стороны, с левой стороны, с правой стороны, сверху, чтобы не было никаких морковок. Если вы сделаете морковку, это будет потом видно на откосах. Выставили маяки, нашли минимальную точку, минус один сантиметр. Все, выставили маяки, на определенное расстояние маяки стоят. И теперь нам надо сформировать угол 90. Нажимаем на кнопку в лазере. И все, у нас как бы уже угол 90 есть. Все, он будет. После того, как вы выставите на этой стенке маяки, угол 90 будет. Здесь, в принципе, все то же самое делать. Ищем минимальную точку. Минимальную точку. На стене. Здесь у меня провода торчат. Господа электрики сделали штрабу. Но в штрабу провода не убираются. И получается, что на них сейчас пока минимальная точка. У меня цифра 7,5. И, в принципе, идем по всей стенке. Стреляем. Если бы взять новостройку, в новостройке я бы там разов пять стрельнул. И все. Здесь вот так, как у нас старый фонд. И каждый кирпич, он вот так между собой гуляет. Где что намазано и так далее. Тут надо почаще. То есть, попробивать. Сейчас пока я нашел 7,5. Минималка. Остальные. 9, 9, 9, 5, 8, 10, 11. Все. Минимальную точку нашли. На этой стене. И так же поставили маяки, как я уже говорил. Значит, 7,5 минус 1 сантиметр. Где у нас там минимальная точка показывалась. Это получается на 6,5 мы будем ставить вот эти все маяки. Я бы поставил маяки раз. Между собой расстояние примерно где-то метр шестьдесят. Делать для удобства работы. Два, три, четыре, пять. Вот на этой стенке я бы поставил пять маяков. Все, что хотел рассказать, рассказал. Показать, показал. Я не вижу смысла ставить вот на этой стенке дальше маяки. Просто я их сейчас буду ставить уже при выключенной камере. Ну а мы с вами прощаемся до следующих роликов. Мы работаем в Санкт-Петербурге. Занимаемся штукатуркой машинным способом. Также у нас есть отделка фасадов. Отделка фасадов, естественно, в летнее время. Это утепление. Это декоративные штукатурки. Это штукатурка фасада. Пожалуйста, звоните. Кому интересно. Посчитаем, составим смету. Если вы согласны, то работаем. Не согласны, ну, естественно, значит не работаем. Меня зовут Александр. Номер телефона оставлю также в закрепленном комментарии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok